Аномально тёплая февральская погода до сих пор удерживает зимник на замке. Подрядная организация «Транзит» ждёт более низких температур, чтобы начать работы по восстановлению трассы. По предварительным прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся на отметку ниже 10 градусов уже в среду. Только тогда дорожники смогут начать работы, гейтарить и проливать автодорогу. Виной ограничения движения на зимнике стала совсем не зимняя погода. Резкая оттепель и метель, обрушившаяся на округ, буквально завалила дорогу. Сейчас подрядчик занимается вывозом людей с трассы и проводкой транспорта через автозимник. «ОО «Транзит» один раз в сутки формирует и сопровождает колонну из грузового транспорта тяжёлой техники. Владельцы легковых транспортных средств имеют возможность выбраться из Наринмара, оставив свои машины в посёлке Харьягинский». Движение также ограничено на участке дороги Наринмар-Лаевош, так называемой отсыпки. Возможен проезд только грузового транспорта. Похожая ситуация сейчас происходит и в других регионах страны. Из-за потепления до минус 4-6 градусов проезд по сезонным дорогам Ямала стал опасным. До особого распоряжения в регионе запрещен проезд всех видов транспорта по временным зимним трассам. Последнюю информацию о ситуации на зимнике Наринмар-Усинск доложил заместитель начальника главного управления МЧС по Нинницкому округу Андрей Брылёв на оперативном совещании. «Только за сегодняшнюю ночь ещё 28 человек оказана помощь и 6 человек с дороги на посёлок Красное доставлено. Из них три ребёнка. На ДРП это 42-й километр. По последней информации продолжают оставаться колонны из 21 автомобиля». На личном контроле ситуацию с зимником держит глава региона Игорь Кошин. Губернатор призвал жителей региона максимально адекватно оценивать ситуацию с работой зимней автодороги. Зимник – это сезонная дорога, которая находится в прямой зависимости от погодных условий. Её невозможно чистить, так как под снежным покрытием целина. Её невозможно эксплуатировать в метель или оттепель. Эти вещи не зависят от качества работы подрядчика. «Принимать решение о выезде на зимник необходимо после тщательной подготовки, оценки возможностей своего автомобиля и анализа прогноза погоды», пишет глава НАУ на своей странице ВКонтакте. Узнать о состоянии зимника можно непосредственно перед выездом. В районе посёлка Факела и городской мэрии установлено информационное табло. Также оперативную информацию можно узнать по номерам телефонов 112 или 8 911 650 40 40. Напомню, сейчас зимник Нарин-Марусинск закрыт для всех видов транспорта. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Севера.